Невероятные приключения вагнеровца в Скандинавии. Бывший командир штурмового отряда Андрей Медведев, который после четырех месяцев войны в Украине остался жив и бежал из России, по хрупкому льду прошел несколько километров и запросил политическое убежище в Норвегии, снова оказался в тюрьме. На этот раз депортационной в шведском Гетборге. Напомним, в конце февраля российский наемник подрался в баре, а когда на вызов приехала полиция, напал на норвежских стражей порядка. 25 апреля Медведева ждет суд. Пока же джентльмен удачи наслушался истории, как норвежцы ездят на шоппинг в соседнюю Швецию и себе решил урвать возможность на халяву посмотреть еще одну страну, а заодно и по дешевке купить сигарет. Они в Швеции стоят в два с половиной раза дешевле. Но, к удивлению, экс-вагнеровца Андрея Медведева оказался в полиции. До выяснения всех обстоятельств Андрей Медведев остается в депортационной тюрьме. Оттуда он связался с российскими правозащитниками, которые помогли ему сбежать из России и активно, финансами и медийно поддерживают за границей. На условия Медведев не жалуется. Приветливые и отзывчивые сотрудники тюрьмы, круглосуточный доступ в интернет, связь. Единственное, среди сокамерников множество курдских беженцев, у которых могут быть основания не очень-то и радоваться соседству с вагнеровцем. Поэтому Медведев боится, как утверждает их плоского мышления. Причем очень много-много наций, которые не особо поддерживают ту организацию, где я ранее был. Я был только на Украине. Но, тем не менее, ты опасаешься, что тебе могут... Конечно, в любом случае, люди же не все могут, способные сразу сходить в плоское мышление. Поэтому, я бы не хотел, чтобы произошел какой-нибудь казус. И единственное, чего еще... Не для Бог у меня какие-то проблемы незаконно появились. Чтобы избежать конфликтов, экс-командира Чивыка Вагнер, сотрудники скандинавской тюрьмы, перевели в одноместную камеру. Теперь он ожидает решения своей дальнейшей судьбы. И очень надеется, что сердобольные правоохранители Швеции отправят его в Норвегию. Где хоть и не по-домашнему, но откуда совсем уезжать не хочется. Как здесь классно! По-домашнему! По-домашнему!